Внимательно смотрите на надписи «Заработок», что-то легкие деньги тут, где есть какая-то ссылка на Телеграм, на ВК, где есть номера. Вот, их закрашиваем. Волонтеры колледжа Сыроделия и Народная дружина в специальной опознавательной одежде, чтобы их не спутали с вандалами, в сопровождении полицейского, в руках баллончики с краской. Ею они закрашивают подозрительные надписи о продаже наркотиков, которые распространители наносят в людных местах, причем, как правило, ночью. Помимо того, что надписи есть на остановках и фасадах здания, грубо говоря, на наших главных улицах, есть еще на гаражных кооперативах и на трансформаторных будках. Они там появляются, потому что там проще всего нанести эту надпись трафаретную, потому что здесь нет камеры, здесь не так много человек, но все равно, когда люди из двора выходят, они видят эту надпись. Принять участие в акции может любой неравнодушный житель края. Для этого достаточно купить баллончик и найти надпись, а потом начать красить. Кстати, если все-таки не хотите сами марать руки, можно обратиться в администрацию района, в котором заметили надпись. Но и не везде можно закрашивать самостоятельно любому желающему. Так, если надпись нанесли на частном или государственном объекте, к примеру, на здании магазина или администрации, ее закраской запрещено заниматься даже волонтером. Ликвидировать вредительские граффити вправят только люди, ответственные за здание. Администрация фотографирует надписи и передает их адреса волонтерам. Главное – не перепутать наркорекламу с безобидными объявлениями. Так, у надписей о продаже запрещенных веществ, помимо ссылки, ведущей в социальные сети либо мессенджеры, есть и другие отличительные особенности. К примеру, отсылка к источнику места производства. С принтами либо арабскими пейзажами, либо верблюды всякие, то есть, вы понимаете, с южных регионов или с арабских стран. Или бывают, вот, например, сейчас мы закрашивали спринтами, как другую руку жмут люди. То есть, какая-то сделка. За один только день волонтеры в рамках традиционной антинаркотической акции закрасили десятки надписей. Но не исключено, что в скором будущем их на фасадах зданий снова будет много. К сожалению, распространители не дремлют и постоянно обновляют трафаретные граффити. Но, тем не менее, говорят добровольцы, закрашивать надписи нужно. Чем их меньше, тем больше вероятность пройти мимо них и не поддаться смертельному соблазну. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.